Вступает в осень дико-така, не радуясь и не скорбя, трусит сознание собака. Вот подручал поязывный свист, и, попирая все законы, взлетает сна опавший лист над темным золотом иконой. Дело в том, что Николай Ильич Экселерот – это мой двоюродный брат, причем там родство сложное. Наши отцы – родные братья, а наши матери – троюродные сестры, так что с двух сторон. И вот мы были с ним с детства близки, мы оказались в наших семьях такими выродками, которые пошли не по пути предназначенному нормальному советскому человеку, а совсем по-другому. Поэтому он действительно привел меня на Малую Садовую, я за ним ходил как хвостик за ниточкой, как за иголочкой, и в 67-68 год я появился там вместе с ним. У Коли огромное неизданное наследие, мне кажется, вершиной его прозы является пятикнижие «Сона Фермери». Это запись снов. Дело в том, что Николай Ильич был сновидцем, то есть для него реальность повседневная и реальность ночная были на равных. Он видел такие яркие сны и запоминал это так блестяще, и умел это еще передать очень хорошо. Это не так просто записать сон. И поэтому «Сона Фермери», мне кажется, обязательно должен быть издан.